Здравствуйте! В эфире Настоящее время. С вами из студии Вашингтония Наташа Мозговая. Сегодня в программе нет грабежу. Участники акций протеста против повышения тарифов на электроэнергию в Ереване не намерены расходиться. НАТО готовится к сдерживанию России, укрепляя свое присутствие в Восточной Европе за Вилгенсек Альянса. И Франция возмущена информацией с сайта Викиликс об электронной слежке США за представителями высшего руководства страны. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, вам слово. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. В Ереване продолжаются демонстрации протеста против повышения тарифов на электроэнергию. Под лозунгами «Нет грабежу» демонстранты, в основном молодежь, продолжают требовать отмены решения властей, в очередной раз повысить цену на электричество. Незадолго до эфира мы побеседовали с ириванским корреспондентом армянской службы радио «Свобода» ТТВ Клазарян. На улице Баграмян собирается несколько тысяч людей. В основном это молодежь, которая не симпатизирует ни оппозиции, ни правительству, ни команду. Это довольно-таки аполитическая масса, которая протестует против повышения цен на электричество. Мы будем продолжать здесь стоять. Они не смогут нас остановить. Нас не первый раз бьют на улице наши же полицейские. При средней зарплате где-то 200 долларов, за электричество люди платят около 60 долларов. Люди будут стоять до конца. Они в интервью с нами говорили, что они будут стоять до конца, пока правительство не аннулирует вот это решение на поднятие цен. Я не позволю на этот раз нашей полиции даже дотронуться до этих молодых людей, поэтому я и пришла сюда сегодня. Атмосфера там очень, энергетика очень большая. Там в основном собралась молодежь. Все незаконные действия протестующих встретят адекватный ответ со стороны органов правопорядка. Они там поставили ящик для пожертвования вот этому протесту. И там собралась какая-то сумма. И они на эту сумму сейчас покупают. То есть есть люди, которые сами протестующие из их группы, они на эти деньги обеспечивают едой. Сейчас там жара стоит, очень жаркая погода. Вот пока днем несколько сотен людей, а вот вечером уже собираются, становятся несколько тысяч. Прошлая ночь на проспекте Баграмяна прошла спокойно. После жестокого разгона акции днем к протестующим присоединились депутаты, артисты, представители шоу-бизнеса и интеллигенции. Они встали в живую цепь между полицейскими демонстрантами. Армянская полиция установила заграждение вокруг протестующих. Кризис назревал давно. Против повышения тарифов люди уже несколько раз выходили с пикетами. Почему власти ничего не сделали для того, чтобы подвратить нынешнюю ситуацию? Этот вопрос издала главе армянской службы радио Свободы Гарри Томразяну. Я думаю, что сейчас у особенного молодежи накопилась очень такая энергия, какая-то фрустрация против правительства, против программ, правительства, которые никак не вкладываются в умы этой молодежи. И они считают, что повышение цен на электричество сильно повлияет на уровень жизни в Армении. И я бы не сказал, что это просто движение за снижение цен на электричество. Это проявление фрустрации. Скажите, стоят ли за этим какие-то политические партии, движения? Кто организовывает этих людей? Они сами по себе просто выходят на улицу и стоят. Во-первых, это движение социальное. То есть не политическое, не партийное абсолютно. Они сами говорят, что вот лидеры партийные, они могут прийти сюда, они могут выступить, они могут обратиться к нашим, значит, сторонникам, но они никогда не могут это делать как, значит, лидеры партии. Они могут прийти сюда как только граждане Армении, больше ничего. О чем это говорит? Это говорит о том, что они ясно дали всем понять, что они считают, что оппозиция тоже является частью коррумпированного эстаблишмента политического в Армении. Поэтому они никак не хотят с ними сотрудничать. Ну, а лидеры у этой протестной массы есть? У них есть, да. Они молодые люди. Им, может быть, до 30 или, может быть, чуточку за 30. Эти очень образованные люди, они говорят не только на русском, но и на английском. У них, может быть, у каждого по два смартфона, может быть, там компьютер, я не знаю. То есть они очень образованные люди, они понимают и очень трезво оценивают ситуацию, сложившуюся в Армении, и они очень сильно критикуют политику армянских властей в смысле того, что они вот никак не могут противостоять экономической экспансии России в Армении. То есть, как вы знаете, энергетика полностью сейчас находится под контролем русских компаний. В частности, РАО ЕС, вы знаете, да. Они вот сейчас владеют вот этой компанией, которая почти каждый год просит, чтобы повысили, значит, тарифы на электричество. За три года им уже удалось повысить на 50% вот, значит, тарифы на, цены на электричество. И власти ничего не делают, потому что они тоже ведь связаны с этими компаниями. Может быть, у них там сыновья работают, я не знаю, какие родственники. А теперь к новостям из Украины. Украинские власти усилили блокаду зон подконтрольных формирований в непризнанных ДНР и ЛНР. Как сообщает журналист Инна Вореница, попасть из-под контрольной украинским войскам территории в непризнанную ЛНР можно только через один единственный пункт пропуска. Жителям прифронтовой границы администрация не оставила выбора. Теперь им нужно ехать почти 100 километров до открытого пункта. Закрытую точку пропуска люди пытаются взять измором и уговорами. Я два дня вот бегаю, обращался лично к господину председателю, обращаюсь к комендатуре, обращался, куда только не обращался, нет и все. Жительница Луганска Антонина Попова приехала на дачу под станицей месяц назад. Попасть обратно в Луганск она не может. При этом у женщины нет специального пропуска, хотя документы она подавала еще в марте. Говорят, что никаких пропусков не надо, только паспорт. Тут анархия, мать, порядка. Попасть над ним под контрольную украинской власти территорию и обратно пытаются также сотрудники государственных предприятий. Тем не менее, для госслужащих специальные схемы пропуска не предусмотрено. Мне нужно пропустить, чтобы от меня прошли три человека, ему вольняться на пенсию. Луганский работа, контора находится в Луганск, предприятие находится наше здесь, участок. Они с моего участка, я мастер участка. Военный подходил, подошел, сейчас заммэра или как ее должность, сейчас не знаю. Ничего не решается. Военные на камеру утверждают, что пункт пропуска закрыт. У нас есть приказ, командиры, проход через командир. Сами же местные жители признаются, что через эту точку проходят иногда автомобили. А иногда, если повезет, после целого дня под солнцем военные таки пропускают пенсионеров. Раньше пропускали. Нет, ну не всегда так можно было вечером пройти, поздно вечером или рано утром можно было пройти. А назад всеми правдами и неправдами тоже добраться. И на Варенице для настоящего времени из Луганской области. В Украине Чернобыльскую зону отчуждения планируют превратить в заповедник. А некоторые территории и вовсе выделить под застройку жилых районов. Наши журналисты проверили, насколько безопасна жизнь в тех местах, где почти 20 лет назад взорвался ядерный реактор. Чернобыльская атомная станция. До сих пор уровень радиации возле аварийного четвертого блока составляет 250 микрорентген в час. Такой уровень в 10 раз превышает нормальный. Но для этого места это обычный показатель. А в 30 километрах от зоны аварии уровень радиации даже ниже, чем в Киеве. Территория чистая, ведь ее задание служить буфером. И когда начинаются разговоры об уменьшении зоны отчуждения за счет буферной территории, то теряется весь смысл. 80-летний Иван Иванович родился и вырос в Чернобыльской зоне отчуждения. Всего через два года после аварии на электростанцию он не побоялся и вернулся на малую родину. А зачем эту радиацию бояться? Я чувствую, когда есть радиация. К тому же, когда я переезжал сюда жить, то всю эту территорию мы проверяли, мерили, давали продукты на анализы чисто здесь. От дома старика до города Припять всего 30 километров. Если сейчас такие самоселы полулегальные, то уже к концу нынешнего лета в зону отчуждения жизнь вернется в рамках закона. Министерство экологии ждет подписания президентом соответствующего указа. Там должны быть разные виды хозяйственной деятельности. И экология, и территория это позволяет. На земли в зоне отчуждения смогут претендовать в первую очередь дети и внуки тех, кто когда-то здесь проживал. Но это не все изменения, которые ожидают Чернобыльскую зону отчуждения. На территории планируют создать биосферный заповедник. Мы включаем только 236 тысяч гектаров. А это только часть. Не войдут в заповедник сильные радиоактивные зоны. Это территория атомной станции и города Припять. Но это не значит, что в заповедник никто не сможет попасть. Там создадутся администрации, службы охраны, отделы научной деятельности. Экологи не разделяют оптимизма чиновников. Ведь по сей день в Чернобыльской зоне находятся, хотя и не действующие, но все-таки атомные станции и хранилище отработанного топлива. Проблема в том, что никто не знает сейчас, где все-таки можно, где нельзя. То есть эти исследования велись 15-20 лет назад. Тем не менее, биосферному заповеднику Быть утверждают в Минэкологии. Уже к концу года министерство рассчитывает, что только 10-километровая зона останется неприкасаемой. Ирина Кононенко. Настоящее время. Киев. Администрация президента Украины Петра Порошенко предложила экс-главе украинского государства Виктору Януковичу вернуться в Киев и доказать свою невиновность в суде. Между тем, благосфера продолжает обсуждать первое интервью Януковича западному СМИ, во время которого он сделал несколько неординарных заявлений. Особенно много шуток у интернет-сообщества вызвали его слова о том, что он поддерживал страусов в своей резиденции. При этом он утверждает, что зоопарк ему не принадлежал, и что звери жили там просто так. В комментарии об этом Янукович сказал, «А мне что, закрыть глаза и ходить, и ничего не видеть?» Конец цитаты. Ну а как жители Украины восприняли интервью человека, который еще полтора года назад был их президентом? Наши украинские коллеги говорили с жителями города Славянск на юго-востоке страны. Кто такой Янукович? Скоро я знаю, кто это. Вина вся лежит, и не столько на нем, потому что на больного человека нельзя. Он хитрый, он хоть и вор, но хитрый. Честно говоря, его надо судить, если честно говоря. Его надо судить. Как я лично считаю, он уже не несет никакой ни политической, ни социальной, ни власти, ни пользы. Поэтому даже нет смысла последнее интервью его смотреть. Ситуацию в Украине активно обсуждают на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг заявил о расширении военного присутствия НАТО на Востоке, как ответ на политику России в этом регионе. Наш корреспондент Катерина Кочкина следит за событиями в Брюсселе. Министры обороны стран-членов Альянса НАТО приехали сегодня в Брюссель на двухдневную встречу. Здесь министры обсудят стратегию противостояния гибридным методам ведения войны. Также на встрече будет обсуждаться усовершенствование сил быстрого реагирования НАТО. Осенью, в октябре и ноябре эти силы быстрого реагирования проведут учения, в основном в Испании и Португалии. И сегодня один из источников нашей программы в НАТО сообщил мне, что эти учения станут крупнейшими в истории НАТО со времени окончания Холодной войны. На открытии встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг подчеркнул, что несмотря на то, что Альянс наращивает свою оборонную способность, это не означает, что НАТО готово ввязаться в новую гонку вооружений. По мнению генерального секретаря, нынешние действия НАТО – это реакция на возросшую угрозу на восточной и южной границе Альянса, в частности, в связи с агрессией России на востоке Украины. Действия России на Украине не являются оборонительными. Аннексия части другой страны – это не оборона, это акт агрессии. Впервые после окончания Холодной войны одна европейская страна захватила часть другой страны. Это не оборона. Не может быть никаких сомнений в том, что ответственность за агрессивное действие в Европе лежит на России. Именно поэтому мы, страны НАТО, предпринимаем оборонительные действия. Ну вот, Наташа, в Америке, как я понимаю, также обсуждают отношения с Россией. Да, Шахида. Известный американский колумнист Томас Фридман назвал сегодня свою колонку в Нью-Йорк Таймс «Холодная война, но без всякого удовольствия». Не следует ожидать, пишет Фридман, что президент Обама поедет в Киев и объявит «я украинец» в стиле, ставшей культовой заключительной фразой речи президента Кеннеди в Берлине в 1963 году. Но все же Томас Фридман убежден, что если бы не западные санкции, Россия бы давно аннексировала Восточную Украину. Цитата. А Путин не зря скрывает свое вмешательство в дела Украины, он боится новых экономических санкций. Многие американские законодатели убеждены, что США должны делать больше для Украины. О дебатах на Капитолийском холме в репортаже Александра Панова. «Нам следует помнить уроки истории», — заявил первый в истории Техасец на посту председателя Комитета по вооружениям Палаты представителей Конгресса Майк Торнбери. В год, когда мир отметил 70-летие победы во Второй мировой войне, не следует забывать о двух событиях, случившихся в 1947-м. Речи Черчилля в Фултоне и знаменитой длинной телеграмме 8 тысяч слов исполняющего обязанности посла США в Москве Джорджа Кеннена. «Почти через 70 лет мы столкнулись с новой тиранией, которой обязаны противостоять», — убежден конгрессмен. В своей телеграмме Кеннен написал, что в основе невротического взгляда кремля на мировые дела лежит традиционное инстинктивное чувство незащищенности у русских. Они обретут чувство безопасности, только полностью уничтожив своих противников. После распада Советского Союза большинство из нас верило, что, покончив с идеологией коммунизма, Россия войдет в мировое сообщество как его ответственный и конструктивный представитель. Но как Рузвельт с Черчиллем были одурачены Сталином, так и мы были разочарованы. Возможно, мы недооценили что-то глубоко гнездящееся в российской психологии и менталитете. От психологии к политике. Действия России в Крыму и на востоке Украины, угрозы ИГИЛ, активные действия Китая на международной арене и другие вызовы привели к тому, что впервые с 1997 года оба профильных комитета Конгресса заблаговременно приняли военный бюджет, чтобы президент мог подписать его до наступления нового финансового года. В ближайшее время председатели двух комитетов, конгрессмен Тонбери и сенатор МакКейн, соберутся вместе, чтобы согласовать общий проект оборонного бюджета, который затем ляжет на стол президенту Обаме. Оба законодателя – сторонники поставок Киеву американского оборонительного летального оружия. Конгресс собирается принять бюджет до августовских каникул, но проблема в том, что президент Обама угрожает наложить вето. Связывая деньги для Пентагона с финансированием ряда внутренних программ и пока отказываясь дать украинским властям летальное оружие. Как отмечает конгрессмен, это происходит в момент, когда Россия увеличила военный бюджет более чем на 10%, несмотря на международные санкции. А министр обороны США Картер призывает европейских партнеров по НАТО поднять оборонные бюджеты до уровня 2% от ВВП. Это правда. У Германии и других европейцев гораздо больше экономических связей с Россией и оттого меньше желания говорить правду о том, что в реальности происходит в Украине и противостоять русским. Но мы не можем быть заложниками такой стратегии. Что же касается сотрудничества с русскими в борьбе с терроризмом и по другим вопросам, если они решат, что это в их интересах, они будут сотрудничать с нами. Стратегия, не подкрепленная ресурсами, является галлюцинацией, повторяют эксперты популярную фразу. Речь идет и о расходах на информационно-дезинформационную войну. Или, как говорит Торнбери, битву идей, на которую Кремль денег не жалеет. У русских имеется удивительно мощная машина пропаганды, как внутренней, так и внешней. Нам надо признать, что после окончания Холодной войны мы должны были делать гораздо больше в битве идей, рассказывая правду о том, что происходит в Украине, или сражаясь с распространением идеологии радикального ислама, с путинским интернетом и так далее. Мы не слишком в этом преуспели. Важные условия, отмечает конгрессмен, чтобы слова и дела Вашингтона не расходились. Чтобы не получилось, как в Сирии, где президент давно провел красную черту, но на режиме Ассада это никак не сказалось. Это расхождение враги Америки воспринимают как очевидную слабость. Как говорил Черчилль, русские больше всего уважают силу, а презирают слабость, особенно военную. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Дана Преображенская. Настоящее время Вашингтон. США не идут на уступки террористам. Эту позицию вновь подтвердили в Белом доме. Однако администрация Обамы меняет политику в отношении уплаты выкупа за заложников не правительством, но их семьями. Согласно новому президентскому указу, родственникам отныне не возбраняется вести переговоры с террористическими группировками, которые удерживают американских заложников. Семьи, которые пытаются договориться с боевиками, не будут подвергаться уголовному преследованию. В рядах боевиков исламского государства воюет выходцы с Кавказа на Ближнем Востоке. Но вот на этой неделе интернет обсуждает создание представительства ИГИЛ на Северном Кавказе. В сети появилось в виде обращения соответствующей присяга боевиков и Марат Кавказ. Американские аналитики считают ИГИЛ намного более опасным противником, чем Иль-Каида. Репортаж Вадима Оленьчева. Для правительств стран Запада так называемое «Исламское государство» или ИГИЛ – это иной противник, нежели пресловутая Аль-Каида. Действия боевиков Аль-Каида в основном велись на ограниченных территориях, и сферы ее влияния с годами менялись не очень сильно. Ликвидация многих главарей группировки нанесла по Аль-Каиде чувствительный удар, начиная с Бен-Ладена и заканчивая Насером Аль-Ваиши, который командовал аль-Каидовцами на Аравийском полуострове, но был убит ударом американской авиации две недели назад. ИГИЛ отличается от Аль-Каиды в первую очередь тем, что в своих операциях не признает государственных границ. Если его боевики захватывают новые земли, их руководство преподносит эти победы как расширение владений так называемого халифата. Аль-Каида пыталась мобилизовать людей против внешнего врага. Она хотела направить всех мусульман мира на страны Запада, потому что ее врагом был Запад. ИГИЛ, в отличие от Аль-Каиды, нацелен на местное население, на региональных врагов и региональные правительства, у которых он пытается отобрать власть. То есть ИГИЛ хочет создать новый мир. Но главное отличие двух исламистских группировок — это их стратегия. Хотя цели и методы, безусловно, сходны, Аль-Каида больше занималась на Ближнем Востоке тем, что вела войну на износ. Ее боевые отряды избегали сражений с регулярными частями, выжидая, когда у союзников закончатся ресурсы, резервы или даже просто терпение. ИГИЛ, наоборот, постоянно пытается воспользоваться моментом, чтобы усилить свое влияние в данном регионе и наращивать подрывную деятельность против своих врагов. Такая стратегия приносит результаты, и влияние ИГИЛ продолжает расширяться. Тот факт, что миллионы жителей Сирии превратились в вынужденных переселенцев, спасающихся от войны, стал для ИГИЛ прекрасным поводом вербовать в свои ряды добровольцев из числа молодежи. Так Ирак, по признанию экспертов, перешел из одной крайности в другую. После того, как в течение многих лет в стране было слишком много американских войск, сейчас подразделений армии США в Ираке совершенно недостаточно. Но опасность, которую представляет собой исламское государство, не ограничивается Ираком и Сирией. На Западе уже всерьез заговорили о возможном росте влияния группировки в Пакистане. А учитывая то, что у Пакистана есть ядерное оружие и технологии, усиливающиеся угрозы со стороны ИГИЛ уже не кажутся безосновательными. Каким же должен быть ответ Запада на новые вызовы джихадистов? Эксперты предлагают тактику двойного удара. Во-первых, необходимо лишать исламистов операционного пространства, чтобы у них было меньше возможности для идеологического и тактического маневра. А во-вторых, следует оперативно наполнять это освободившееся пространство, например, интернет, альтернативным содержанием. На пропаганду следует отвечать позитивной агитацией, а клевету опровергать достоверными фактами. Что же касается противостояния терроризму внутри страны, в Соединенных Штатах, такие эксперты, как Фрэн Таунсенд, считают, что граждане США живут в более опасных условиях, чем когда-либо. В то же время у Америки теперь есть гораздо больше возможностей себя защитить. И угроза нового массового теракта, подобного 11 сентября, намного уменьшилась. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Очередной скандал, связанный с международной разведеятельностью США. Франция возмущена информацией с сайта WikiLeaks об электронной слежке за представителями высшего руководства Франции. Речь идет о трех последних президентах, которую якобы вело Агентство национальной безопасности США. Президент Франсуа Ланд назвал слежку со стороны союзников неприемлемой и предупредил, что Париж не потерпит никаких действий, которые несут угрозу безопасности страны. Для обсуждения данного вопроса посол США был вызван в Миндфранции, а в Вашингтон откомандирована специальная делегация. В Белом доме заявили, в свою очередь, что США не ведут и не будут вести слежки за коммуникациями президента Оланда. Другая тема. Сегодня в бостонском суде зачитывается официальный вердикт Джохару Царнаеву, приговоренному к смертной казни за двойной теракт во время бостонского марафона в апреле 2013 года. На суде выступают родственники погибших, и, возможно, выступит сам Джохар Царнаев. Процесс освещает наш корреспондент Фатим Атлисова. Она с нами на связи из Бостона. Фатима, здравствуй. Здравствуй, Наташа. О чем говорят сегодня родственники в зале суда? Ты трус и подонок, пытающийся спрятать свою вину за спиной мертвого брата. За все месяцы суда мы не увидели от себя и тени раскаяния, и сожаления, и несочувствия. Сказала, рыдая сегодня в суде, Джудит Кэмпбелл, мать Кристал Кэмпбелл, которая побитвала время теракта. Она, обращаясь напрямую к Джохару Царнаеву, она сказала, сегодня твой последний шанс обратиться к нам и покаяться. С такими же мячами один за другим выходили на трибуны и говорили, продолжают говорить до сих пор другие пострадавшие. Джудит Кэмпбелл выразила благодарность присяжным, заявил, что она согласна с приговором к Джохару Царнаеву. В то же время Билл Ричард, отец восьмилетнего Мартина Ричарда, сказал, что они хотели бы, чтобы это было пожизненное заключение для того, чтобы Джохар Царнаев осознал, что он совершил и покаялся. Он сказал, пока не будет покаяния, не будет и прощения. Ты предстанешь перед своим создателем непрощенным. Обращаясь напрямую к Джохару Царнаеву, сестра офицера Шона Коллера отметила, что каждый день ты заходил в этот зал в дизайнерских одеждах, веселый, непринужденный. И мы не увидели от себя сочувствия и сожаления, кроме как сочувствия и жалости к себе самому. И она призвала суд к тому, чтобы сегодня оглашался приговор и по тем статьям, по которым не предусмотрена смертная казнь, и это было бы пожизненное заключение. Джохар Царнаев сегодня, как отметила сестра Шона Коллера, был очень веселым. У него немножко длиннее борода, немного длиннее волосы. Он шутит, смеется со своими адвокатами в черном пиджаке, в серой рубашке. Судья Отул в начале заседания объяснил, какова будет процедура. Он сказал, что после того, как все свидетели, которые захотят высказаться, сегодня выскажутся. После этого суд примет решение по тем статьям, которые не предусматривают смертной казни. Он отметил, что предварительно соглашено, что это будет пожизненное заключение, и стороны не имеют возражений против этого. После этого судья предоставит слово Джохару Царнаеву, воспользуется он или нет, мы не знаем. Мы еще не знаем. Спасибо. Это была Фатима Тлисова из Бостона. Следите за ее репортажем в Твиттере. User FatimaTlis. Другая тема. Нью-Йорк не только финансовая, но и ресторанная столица мира. Там очень серьезно относятся к разного рода деликатесам, в частности, гордятся устрицами, выращенными в местных заливах. Устрицы разновидности Blue Point известны на весь мир своим тонким, солоноватым вкусом морской свежести. Но вот, однако, несколько лет назад ураган Сэнди обрушился на Нью-Йорк и уничтожил практически все коммерческие популяции драгоценных моллюсков. О возрождении устрищенного бизнеса репортаж Виктории Купченецкой и Бернарда Шусмана. Чтобы от души полакомиться устрицами, совсем не обязательно ехать на устричный фестиваль Хиллсборо в Ирландию. Можно наслаждаться ими и в Нью-Йорке. Но буквально три года назад устричная индустрия в Нью-Йорке была почти полностью разрушена. Ураган Сэнди ударил по Нью-Йоркским заливам и по устричным отмелям, которые в них расположены. Волны высотой 4,5 метра били по устричным отмелям или банкам, как мы их называем. Снаряжение сборщиков устриц было уничтожено, а сами устрицы вырвало из садков и бросило на дно залива. И они погибли. Прадедушка Джона Качрана тоже был профессиональным сборщиком устриц. Джон очень хотел восстановить семейное дело. Качран – член Совета управляющих городка Айслип на Лонг-Айленде. Он помог принять закон, который позволил сдавать в аренду коммерческим сборщикам устриц 1200 гектаров. Новой возможностью уже воспользовались 23 устричных предпринимателя. У нас тут есть участки, которые нашей семье сдавал в аренду еще британский король Георг. Взрождению устричной индустрии на Лонг-Айленде поможет особая ферма Great Atlantic Shellfish, такая, где разводят моллюсков. Марти Бернс занимается аквакультивированием. Следит, чтобы моллюски метали яйца и чтобы яйца превращались в личинки. Сперматозоид оплодотворяет яйцо прямо в воде и появляются личинки. Вот здесь они и плавают. Личинки жадно поглощают водоросли, которые специально выращивают здесь в соленой воде в больших аквариумах. Маленькие устрицы начинают появляться уже через две с половиной недели. Они выглядят как песчинки, это чудо природы. А через шесть недель миллионы маленьких устриц отвезут на ферму на заливе и поместят в садки, где они будут расти до надлежащего размера. В меню ресторанов они смогут появиться не ранее, как через полтора года. Бэймон Дук Уинтер, президент устричной фермы Great Atlantic, говорит, что сейчас устрицы собирают уже совсем не так, как в 19 веке. Благодаря новым технологиям и тому, что люди задумываются об окружающей среде, аквакультура становится все более распространенным занятием. Можно разводить намного больше устриц, причем делать это, не нанося вред природе. Можно создавать целые рифы и эстуарии, можно населять их морскими организмами и контролировать их урожай. А еще устрицы могут очищать воду в заливе. На этих кадрах видно, как они пропускают через себя 150 литров воды в день, очищая ее от рязки, азота и других загрязнителей. Устрицы Blue Point вернулись в Нью-Йорк. Предложение не поспевает за спросом. Очень вкусно. Виктория Купченецкая, Бернард Шусман. Специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка. Ну а мы благодарим коллега Вашингтона и всех наших зрителей. Смотрите настоящее время в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.